Дорогие друзья, всем привет! В этом предновогоднем видео я бы хотел рассказать про мощностной тюнинг электробайка Suron. Я буду говорить о телефон, который используется в качестве микрофона, поэтому надеюсь качество звука будет гораздо лучше. Дело в том, что заводской байк Suron сильно ограничен по запасу хода и мощности из-за штатного контроллера и батареи. Они не позволяют раскрыть его потенциал. В этом обзоре я расскажу, какие именно доработки предлагает наш магазин Suron Shop, чтобы получить трехкратную, внимание, трехкратную прибавку к мощности, как к мощности, так и к дальности хода. Мы также посмотрим на очень интересный аппарат, который здесь представлен. Это байк нашего друга и клиента Виктора. Он собрал, не побоюсь этого слова, байк с самым лучшим соотношением вес-мощность в мире. Начнем с возможности увеличения запаса хода. Несмотря на ограниченное пространство внутри рамы, мы совместно с компанией E-Max разработали батарею, которая дает 20 дополнительных ампер-часов емкости, по сравнению со штатной батареей. Наша батарея конфигурации 52 ампер-часа 60 вольт также может отдать в три раза больше мощности, чем штатная батарея. При этом она помещается в заводской отсек без доработок. Единственное, что необходимо сделать, это установить язычок крышки, который на один сантиметр длиннее заводского и идет в комплекте с батареей. Сейчас мы его продемонстрируем. Вот так выглядит этот язычок. На байке Виктора, как вы можете заметить, стоит штатный язычок, поскольку он убрал поддон, мешавший батареи опуститься до конца. Это не так просто сделать, как заменить язычок, поэтому нашим клиентам мы просто рекомендуем поменять заводской язычок на наш. Итак, что же изменится при установке данной батареи на байк с заводским контроллером? Конечно же, изменится запас хода. Вместо штатных 45-50 км агрессивной езды можно будет получить уже порядка 100. Здесь важно учитывать несколько нюансов. На запас хода влияет не только вес райдера, не только стиль езды, но и температура за бортом. При наших замерах катался райдер 70 кг, и нам удалось приехать 100 км. Это означает, что в хороших условиях, в идеальных условиях, можно проехать уже гораздо больше, чем 100 км. Батареи можно подключиться со смартфона по блютусу. В приложении показываются основные параметры. Напряжение каждого элемента, выдаваемая мощность. Все это можно наглядно увидеть. Это очень удобно. Здесь даже можно рисовать различные графики. Функция полезна. Теперь я бы хотел поговорить о самом интересном. Как же можно мощность заводского электробайка Suron, которая составляет всего каких-то 6 кг, поднять в 3 раза. Дело в том, что в электробайке Suron установлен достаточно ресурсный мотор. В этом моторе, в отличие от контроллера и батареи, в него можно вливать порядка 20 кВт. Это очень много. Что же предлагает наша компания Suron Shop? В нашем магазине продаются контроллеры повышенной мощности. В частности, контроллер Syntec, о котором мы сейчас и будем говорить. При установке данного контроллера уже на заводской батарее можно получить прибавку к ускорению до 30%, увеличив снимаемую мощность. Можно также достичь небольшой, но ощутимой прибавки к максимальной скорости. Но когда контроллер Syntec используется в связке с батареей 52 ампера и 60 вольт, Suron превращается в очень серьезный аппарат с пиковой мощностью до 18 кВт и более 20 л.с. на 60-65 кг веса. При этом контроллер полностью программируемый и наш клиент всегда может настроить выдаваемую мощность байка под свои потребности. Сейчас я покажу, как именно это работает. Контроллер настраивается через программу на компьютере по интерфейсу Bluetooth. Когда контроллер подключен, сейчас мы нажмем кнопочку Connect. Мы можем увидеть изменения таких параметров, как текущая скорость, мощность, заряд батареи и другое в режиме реального времени. Эти же параметры показывают и дисплей контроллера, который можно заказать отдельно. В программе контроллера Syntec можно также под себя настроить несколько режимов езды, например, спортивный и экономичный. На вкладке программы Function Set мы можем задать выдаваемую мощность на разных режимах управления. Сейчас ведется активная разработка мобильной версии этой программы и в дальнейшем можно будет настройки изменять прямо со смартфона. Подробные характеристики контроллера и батареи будут размещены в описании к ролику. Сейчас я бы хотел поговорить про байк, который у нас на обзоре. Дело в том, что этот сурон, будучи в три раза мощнее, чем стоковый байк благодаря батарее 52 амперы 60 вольт и контроллеру Syntec является на полтора почти килограмма легче стокового байка. Данный байк весит 53,2 килограмма против стоковых 54,6. Это очень большая разница и она действительно чувствуется. Такой вес был достигнут благодаря замене штатных мотоциклетных колес на велосипедные. Вес экономился практически на каждой компоненте и полный список разницы в развесовке штатных и новых запчастей я оставлю в описании к этому видео. Сурон Vita не предназначен для текущих погодных условий, но мы постараемся что-нибудь заснять. А если не получится, то мы просто сожжем ему резину и купим новую. Погнали! Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok